В день государственного флага Российской Федерации мы, тищенцы, с утра стали собираться в сквере перед театром «Фест», чтобы принять участие в празднике. Настолько значимы для меня, для моего поколения, тем более мы прожили такую довольно-таки нелёгкую и сложную жизнь. Но сейчас я радуюсь, почему? Потому что всё лично для меня, очень всё удачно. Я в возрасте, у меня уже дети, правнуки даже есть, и я счастлив. 22 августа 1991 года триколор стал официальным символом нашей страны, сменив красный советский стяг. Всем присутствующим в сквере волонтёры раздавали флажки. Подарок особенно радовал юных жителей округа. А ты знаешь, что означают цвета на флаге? Вот белый, что означает, как думаешь? Берёза. Белый, думаешь, берёза, так. Синий – мирное небо, а красный – знак победы. Официального толкования значений цветов российского флага нет. К наиболее популярным версиям относятся белый, символизирующий мир и чистоту, синий – веру и верность, а красный – кровь, пролитую за Отечеством. Также красный – относит к символу державности, синий – к Пресвятой Богородице, под чьим покровительством находится Русь, а белый – цвет свободы. И вот новая версия – белый ещё ассоциируется с русской берёзой. Так или иначе, поднятый вверх и развивающийся российский флаг вызывают гордость у всех жителей нашей страны. Подъём флага – это ключевое событие в нашей истории, это ключевое событие для тех воинов, которые стоят в строю, для спортсменов, которые стали победителем соревнований. Да у нас с вами слёзы наворачиваются, когда поднимают флаг победители, спортсмены, и нам гордость за нашу страну. Белый, синий, красный – постоянно поднят на зданиях администрации президента России и главных зданиях страны. Триколор есть в садиках и школах. Поднимают его на мировых соревнованиях и олимпиадах. А также в честь сильнейших спортсменов звучит гимн нашей страны. На празднике его исполнили почётные гости и все собравшиеся мытищенцы. Славься, страна, мы гордимся тобой! Собрались вместе с волонтёрами, с нашими юными поисковиками, с юнормейцами, со всеми неравнодушными людьми, которых принято называть волонтёрами. Мне кажется, это очень трепетное, такое душевное мероприятие для людей, которым неравнодушно относятся к нашей стране, к нашим области, к нашим замечательным золотым мытищам. Российский флаг гордо реет не только на Земле, но и в космосе. Герой России, лётчик-космонавт Максим Сураев приехал, чтобы вместе с мытищенцами участвовать в праздничном флэш-мобе. Это символ моей страны, это символ моей родины, в которой я живу, это символ русского духа. Поэтому у меня самое трепетное отношение к этому празднику. Я очень рад, я очень рад, что на территории городского округа он проводится действительно масштабно. Много очень людей сегодня пришло, это первое. Второе, меня огромно доставляет большое удовольствие, огромное удовольствие, что я сегодня вижу очень много молодёжи. Молодёжи у сквера перед театром собралось действительно много. Все они участники молодёжно-патриотических организаций. Их руководители были отмечены почётными грамотами за развитие гражданско-патриотического воспитания юного поколения в округе. Не остались без внимания властей и руководители волонтёрского движения в мытищах. А после в небо полетели белые, синие и красные шары. Дарья Линская, Андрей Капустин, информационная программа «День». Дарья Линская, Андрей Капустин, информационная программа «День». Продолжение следует... Дарья Линская, Андрей Капустин, информационная программа «День».